Учитывая, что торги 6 ноября, когда в Соединенных Штатах закроются последние избирательные участки, будут проходить под тотальным давлением новостей о новом президенте США, стоит ожидать высокой волатильности всех ведущих активов. И хотя для доллара США по большому счету обеспечено укрепление при победе любого кандидата, размеры этого роста имеют принципиальное значение для трейдеров. Что касается его противостояния в главной мажорной паре с евро, то здесь многое решает все еще экономика. И она в Единой Европе развивается медленнее, чем в Соединенных Штатах. В любом случае, давайте выясним, как отразятся на Форексе экономические отчеты, которые публикуются 6 ноября. Вы смотрите видео календарь трейдера. Напоминаем, что в США в эти выходные было переведено время, поэтому публикация Американского института нефти о запасах сырой нефти в Соединенных Штатах сместилась на утро следующего дня для трейдеров Азии и Европы. Как ожидается, их объемы упали вдвое, до минус 900 тысяч баррелей. Такие данные должны спровоцировать рост цен на нефть. Кстати, второй отчет от Управления энергетической информацией США рынки получат тоже 6 ноября. Также в среду публикуют свои отчеты о деловой активности сразу несколько ведущих экономик. Вместе с данными в сфере услуг рынки получат также показатели композитного индекса, который учитывает не только сервис, но и производство. В Японии такой совместный индикатор ожидается на понижение с 52 до 49 пунктов. Так что иена ослабнет к доллару США. Похожая судьба ждет и российский рубль. Проводимый международной компанией S&P Global Обзор предполагает снижение деловой активности в России. Поэтому ее композитный индикатор по прогнозам упадет на 0,2 пункта до отметки 49,2 пунктов. Напомним, что для такого рода отчетов линия в 50 пунктов имеет принципиальное значение, так как позиция ниже этого раздела означает падение экономики. Например, экономика Германии в сентябре упала. И это снижение было зафиксировано в том числе композитным индикатором, который вышел на уровне 47,5 пункта. Однако в октябре ожидается его повышение до отметки 48,4 пункта. Это поможет евро укрепиться против доллара США. Тем более, что аналогичный отчет по всей еврозоне в целом тоже должен подрасти. Правда, всего лишь до отметки в 49,7. Тем не менее, это может стать позитивным сигналом для евро и поднять его цену в глазах покупателей. Кстати, цены производителей в еврозоне тоже должны снизиться. Причем по отношению к такому же периоду год назад их рост и так уже находится в минусовой зоне. Так что еще больший минус будет означать падение инфляции и станет негативным фактором для укрепления евро. Кстати, в этот же день в рамках экономического форума во Франкфурте пройдут выступления сразу нескольких представителей Европейского Центрального Банка. Возможно, из комментариев, а также заявления главы ведомства Кристин Лагард добавят волатильности евро. Тем самым еще больше разогрев и без того нервозную на фоне выборов в США атмосферу. Кстати, доллар США может в завершение среды получить неприятный сюрприз со стороны своего северного соседа от Канады. Во-первых, канадский доллар может вырасти после публикации индекса менеджеров по закупкам. Ожидается, что этот показатель поднимется в Канаде до отметки 54,2 пункта. А во-вторых, канадский доллар может вырасти после выхода отчета о запасах сырой нефти в США. Как мы уже упоминали, также в среду будут данные Управления энергетической информации страны. И на прошлой неделе они зафиксировали падение на 515 тысяч баррелей. Не исключено, что показатель продолжит снижаться, так что нефтяные котировки пойдут вверх, поддержат сырьевые валюты, а также совместные усилия могут несколько ослабить доллар США. Напоминаем, что в нашем видео указано время по Москве, это GMT плюс 3. Следующий выброс календаря трейдера выйдет уже в среду, 6 ноября. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео. Подписывайтесь и до встречи. Продолжение следует...